Друзья, мы с Артемом Анатольевичем отправляемся в славный город Сочи на олимпиаду для того, чтобы поболеть за наши спортивные команды. Мы сейчас находимся в исходной точке нашего путешествия и будем информировать вас о том, что будет говориться по пути нашего следования. Мы ведем наш репортаж с вокзала города Краснодара, находясь возле вагона номер 9 поезда Краснодар-Атлес. И буквально через 5 часов 45 минут мы вступим на благодатную землю города Сочи, где проходит олимпиада 2014 года. Мы болеем за нашу. Это Артем, он изучает веселый журнал. Передай привет. Привет всем. Вот мы только что тронулись с Краснодарского вокзала, надпись Краснодар-1. Вот такой вот вагончик. Билет стоит 320 рублей. Время половины третьего ночи. Мы ведем репортаж из местечка, которое называется Лоу. Мы вылезли из поезда для того, чтобы пересесть электричку и доехать до мыса. Погода здесь на самом деле практически теплая. Немножко ветерок, сувениры различные олимпийские, которые стоят ровно в три раза дороже, чем в ларьках Роспечать. Нас здесь напоили чаем по цене стакана сахара. В общем, все здорово. Ждем олимпиады. Итак, мы в совершенно свободном вагоне, который сочетает в себе олимпийские цвета, а именно синие и белые. Мы едем в поселок Многомысский. До встречи в новом переключении. Всем привет. Доброе утро, дорогие друзья. Итак, мы переночевали в замечательной гостинице под названием Алая Роза. И движемся по улице Армавирской в сторону железнодорожной станции до Гамыс. Где мы сядем на ближайший электропоезд. Тут магнолии растут всякие разные. Пока еще темно, но уже чувствуется, что светает. И поедем до славного города Сочи. Всем привет. Итак, доброе утро, дамы и господа. Мы находимся в замечательном поселке Дагамыс. Время 7.50 по Москве. Ждем электричество. Проверяйте в город Сочи. Скоростной электропоезд Туапсе, Сочи, прибывает на третий путь. Скоростной электропоезд Туапсе, Сочи, прибывает на третий путь. С одной стороны море, с другой стороны море. С третьей стороны человеческий голос, он говорит по-английски. will be arriving at track 3. Will be arriving at track 3. Все круто. Кстати, он там в луна красивый. Вообще здесь очень чистенько все. Прибывает на третий путь. Как самочувствие Артема Анатольевича? Всем привет. Круто. И пальмы. Пальмы. Итак, дамы и господа, мы прибыли на железнодорожный вокзал к городу Сочи. Там горы. Там поезда. Но мы сейчас сориентируемся и двинемся в нужном направлении. Вот такое вот маленькое количество народа в городе Сочи. Олимпийская символика. И совершенно натуральный турникет. На самом деле это все делается для нашей безопасности. Но, конечно, мы не могли не заснять эту красоту, которая называется водопад. Идем получать паспорта болельщика. Так вот выглядит февральский Сочи. Мы идем с санаторичем по улице Конституции. Получили паспорта болельщиков. Это я. Вот такой вот бейджик получил. Отстоял почти час. Ничего страшного. Едем болеть за наших женщин. И вот тут диковинные растения. Кактусы и пальмы. Набережные реки. Сочинки. День прекрасный, теплый, светлый. Чего и вам желается. И куча автобусов. Но они никуда пока не едут. Итак, друзья мои. Кто у нас болеет за Дашу? Кричит громко. Даша! Даша! Кто болеет за Сурена? Кричит Сурена! Кто же победитель поезды сейчас мы узнаем? На старт. Внимание! Поехали! Ну где же Наташа? Сурена! В общем, тут игрища казачьи идут. А мы идем кушаем. Выходим мы в Олимпийском парке. Осторожно. И вот что мы видим. Здравствуй, Олимпийский сыр. Вон какие-то штуки летают. Какие-то люди смешные ходят. Но нам-то особо некогда. Кроме как одного. Передать привет Алексею Геннадьевичу Кириллину и всей его семье. А также всем горнолыжникам Саратовской области. А мы на хоккей. Примерно такой Олимпийский Сочи. Автобусы, люди, пальмы, горы, Адлер, Новый век. Вот там вот мы приехали. Идем сейчас на стадион, который называется Шайпа. Дорогие друзья, преодолев последний пост шмонания и охраны, мы наконец-то находимся на территории Олимпийского парка. Вы можете наблюдать Олимпийские огоны. Здесь проходят различные действия. Музыка, летают дирижабли, оборудованные видеокамерами. Достаточно тепло, плюс 19 градусов. Поют какие-то национальные, то ли китайские, то ли бурятские товарищи, вот там у нас сцене. Срединный кавказский хребет, конечно же. Сцена, и стены Сбербанка, мегафона, всякая реклама, аттракционы. В общем, полный ажур. Это чукотские шаманы. Дом болельщика Олимпийской команды России. И мы по возможности посетим это дело. А пока хочется передать привет всем моим землякам в славный город Саратов. Приезжайте на Олимпиаду, пока еще есть такая возможность. Здесь прикольно. Корейский павильон города Бьенчанг, где будет в 2018 году проходить зимняя Олимпиада. А вот это, собственно, та аллейка, по которой бежали наши олимпийцы, внеся олимпийский факел. Вот там мы видим чукотский чум. Вообще, достаточно красиво. Здесь. Здоровенный экран. Скоро такое кино у нас будет, наверное. Собственно, уже показалась главная цель нашего путешествия, а именно Ледовый дворец Шайба. Там Ледовый дворец Фишт. Ну и, конечно же, Олимпийский огонь с фонтанами. Газпром рулит. Все очень красиво. Флагер всех государств. А я, с вашего позволения, несу российский флаг от самого входа в Олимпийский парк. Даже радугу увидеть. Возьмите. 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 Ну, это, конечно же, не символ неких нехороших товарищей, а просто явление природы. Возьмите. Возьмите. Очень много людей. Там был пресс. Судьи. И все особо приближенные спорткомитет. А здесь людей много. Артем Анатольевич. На стадионе Шайба. И сейчас будет третий период игр между сборными Финляндии и Швеции женский хоккей. Сейчас перерыв. За вторым и третьим периодом вышли на лёд машины, которые устанавливают едовые покрытия. Ребята справляют камеры на воротах, замеряют толщину льда. В общем, всё серьёзно. Народа много. Желающие захотели справиться, учить разный способ спортсменов. Ну, а мы продолжаем лицезреть. Нам достались хорошие места в центре стадиона, буквально напротив жюри. Поэтому хочется опять же передать привет своим землякам, а также коллегам. В России остаётся 10 минут до окончания матча между сборной Финляндии и сборной Швеции. Под зажигательную калинку-малинку при счёте 2-2. Команды играют сбрасывание, и шайба точно снова у Швеции. А вечером вернёмся сюда, но уже будем сидеть где-то вот там вот. В секторе Д. Смотреть мужской хоккей. Игра Швеции и Латвии. А сейчас возвращаемся к тому, что творится на ледовой арене. На арене Шайба. Счёт 2-2. Сборная Финляндия. Сборная Швеция. Турка. Вот это он. Стоишь. В сороковой секунде до конца третьего периода мяч, почему опять мяч, конечно же шайба была забита в пустые ворота сборной команды в Финляндии, с чем мы поздравляем команду Жецы, конечно же. Бедные, бедные финны, они очень расстраиваются, они кричали сейчас Суоми, 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 но не связло им в одной четвертой финала по хоккею среди сборных женских команд, ну а мы, конечно же, будем болеть за наших. Россия вперед! Скажи, что это, Анатольевич? Восемь. А? Восемь. Восемь. Останавливает буквально пустоти. Восемь. 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 Выигрывает женский матч. Восемь. По хоккею. И так мы только что покинули ледовую арену Шайба. Вид здесь просто фантастический. Олимпийский огонечек, мы выходим, уже здесь тепло, газ 19, мы собираемся в горы. И мы можем лицезреть тот самый знаменитый олимпийский огонь, вот именно по этой огненной дорожке. Он бежал, и зажигали его наши прославленные олимпийские чемпионы Ирина Роднина и Владислав Третьяк. Обалденно большое сооружение, вот слышно как газ шипит. Но в России это возможно, потому что спонсор Газпром Форева. И вот такая небольшая панорамка. Вот эта ледовая арена Шайба, где мы только что были. И, конечно же, горы. Олимпиада Форева. Вот так вот выглядит олимпийский огонь. Впереди здесь фонтан. Разные каскады. Такой он большой и помещается в объектив. Очень красиво здесь, прекрасный солнечный день. Желтые олимпийские дорожки по направлению бежазостанции Олимпийский парк. Людей здесь больше ста тысяч, это точно сотни тысяч. Девчонки красивые. И дирижабли. И, конечно же, Кавказский хребет. Вы можете видеть количество людей, которые присутствуют здесь на Олимпиаде. И, вопреки всяким прогнозам недалеких людей, которые не любят Россию, и не любят Олимпиаду. Людей здесь просто сотни тысяч. Вот человек Валерий Харламов. Наш номер 17. И мы победим. Ну, а мы, а мы идем в горы. Мы выходим из электрички на станции Красная Поляна. Народу здесь также немало, но самое интересное здесь не народ, а прекрасные виды. Виды гор. Итак, мы вышли с другой стороны вокзала Красная Поляна. Смотрим, как бы нам попасть на эту интересную канатную дорогу. Сейчас спрашиваем волонтеров. Будет нам счастье. Наш спонсор Сбербанк нам в этом поможет. К сожалению, на Красной Поляне объемка дороги не только по билету, а разные виды сборки. Мы сейчас сборки в Руси, и мы должны попытаться проехать. Она, векция, красоты. Она, векция, красоты. Она, векция, красоты. Пару. 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 Компания. Пару. Пару. Друзья, свершилось то, что мы давно ждали. Мы сели в горный подъемник. Закрыли двери и мы медленным наверно, даже не очень медленным, потому что нужно быстро, ой, поднимаемся наверх, на самом деле страшная губь, мы русские, с нами Бог, с нами Россия, внизу горная речка, может быть не очень хорошо лист, но весьма неплохо слышно, подъемчик здесь останавливается. Кстати, в такой же самой кабинке не так давно ездил наш президент Владимир Владимирович Путин, ему понравилось, поэтому теперь едем мы с Артемом Светом Анатольевичем, жутковато, не скрою, даже я бы сказал страшновато. Мотает. Мотает, да, в разные стороны, она как-то это, так вот, тр-тр-тр-тр, волнами, да. И когда волна отсюда, да, и такое ощущение, что все время как-то вниз. Перевешивать должен, я должен перевешивать Артем Анатольевичем, а почему перевешивает Артем Анатольевичем Мини? На самом деле это так кажется нам, потому что мы же едем на склон и кажется, что кабинка перевернута. Ощущения я вам скажу, друзья. Артем Анатольевич, расскажи о своих ощущениях. Страшно. А вот сзади Андрея, Александр Ильич, горки уже видны. Уже горки видны, ага. Ты их засел? Ну да. Прекрасно. Вот мы вот таким вот этапом едем. Ну, мы думаем, сейчас привыкнем. Какие-то УАЗики работают. Поедем дальше. Еще выше поедем? Да. Правильно. Будем сверху смотреть, на снежный фон. Мне очень занятно, конечно. Даже какой-то билайн работает. А вот мы едем вперед. Ужас закладывает. Вы. А высота-то будет на самом деле всего лишь 960 метров. Над уровнем моря, я так понимаю, да? Да. Мы поедем. Мы поедем, конечно. То есть это, я так понял, такой русский вариант заманухи, да? Первый полтинничек бесплатно выпил, потом... Купил ледрушечку в Тридрогах. Светит солнце. Мы не взяли темные очки. А так как мы недолго... Будем... Попеременно глядеть разными глазами. Я думаю, что когда... Будет... Лето, здесь будет еще красивее. Какое-то здание виднеется. Да. Поехали на сцену. Да, вот посмотрите, друзья, это горы. Это просто фантастика. Это что-то нереальное. Как будто не с этой планеты. Итак, мы пребываем на высоту. Плюс 960 метров. Там поток горный какой-то идет. Горки Грант. Все нормуль. Сейчас откроется... Вот как быстро-то... Оп, оп, оп. И будем мы выходить через... Сим-сим. Откройся. Оба-на. Лыжники. Их, нифига себе. Понял. Какая тут очередь. Продолжаем наш подъем. С высоты 960 метров. Мы едем дальше. Теперь я сижу спиной. Артем Анатольевич. Это Артем Анатольевич. Он будет смотреть только вперед и вперед. Поехали. Сейчас мы, видимо, начнем набирать скорость. Вот. Как говорит белорусский президент. Этот путь достоин, чтобы его снять в дверь. Идем мы вот туда. Пока полога. Это для лыжи. А, да. Они сразу лыжат. Сейчас ехали снова партисты. Ленка, твои друзья тебе передавали привет. Просто. Вот туда мы сейчас и заберемся. О-о-о-о. А, это смотри, видишь, какая-то техническая штучка. Поехал. В смысле, для тех обслуживания, наверное, как он. Это только выкопит дорогу. Я бы не рискнул здесь на машине. Поехали. А ты, Анатольевич. Итак, друзья, мы ведем свой репортаж. Сфиг знает какой высоты, но на самом деле очень немаленький. Я думаю, не меньше полутора тысяч метров от уровня моря. И мы видим такие сказочные пейзажи, которые захватывает не только дух, но и все остальное. Чего вам рекомендую? Приезжайте в Сочи, приезжайте в Красную Поляну, приезжайте в Астасадок. И вы увидите это собственными глазами. Россия, вперед! Как пел Владимир Васильевич Высоцкий, а он знал, о чем он поет. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. Мы пока не бывали на этих горах, но сейчас мы покорим какие-то вершины. Вот так вот смотрится все всегда. Я думаю, птичьего полета говорить здесь неуместно, потому что птицы так высоко не летают. Но мы сегодня забрались сюда и передаем вам привет. И самый главный привет я хочу передать своему другу Алёше Кириллову, всей его замечательной многочисленной семье. Приезжает сюда Геннадьевич кататься на горном службе. Вот и все, что я тебе хочу сказать. Аллилуйя! Называются ратраки. Да, вот они и есть. Да, они как раз спорно и спорно делают. И вот мы приезжаем, собираем свои флажки. Нас немножко пошатываться. Мы куда-то должны уже в техническая зона, выход. Там выходить нет? Да. Сейчас узнаем. В общем, воздух здесь просто великолепный. Мы сейчас поднимаемся на самодвиживающейся лестнице. И вот такую прелесть, вот обзорный кадр. Ага, вот вторая часть Морлезонского балета пошла. Как поется знаменитая песня, все выше и выше и выше. Вот это смотровая площадка. Здесь продают Глинтвейн. Кстати, желающие могут... Замечательные пейзажи. Здесь смотровая площадочка. Здоровая площадка. Просто обалденно. А вот по этой трассе только что съехала сноубордистка. И вот туда мы сейчас поедем дальше. У меня спина тоже не гнется, чтобы посмотреть. Ну и везде реклама Сбербанка. КОНЕЦ Маленький бумаги. Грушечный. КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так оставьте ненужные споры Я себе уже все доказал Лучшей гор могут быть только горы На которых еще не бывал На которых еще не бывал Кто захочет в беде Оставаться один Кто захочет уйти Зову сердца не в нем ля Но спускаемся мы С покоренных вершин Что же делать и боги Спускались на землю Так оставьте ненужные споры Я себе уже все доказал Лучшей гор могут быть только горы На которых еще не бывал На которых еще не бывал Мы видим, что это самая максимальная высота На которую только можно подняться На этом замечательном горном курорте Который называется Горная карусель Мы приехали на этой канатной дороге Здесь такие обалденные горы Они как кушок такой черный А сверху белый Здесь катаются люди На всяких разных видах Лыж и сноуборд А у нас впереди хоккей Здесь был Рома Итак, мы медленно, но верно Начинаем спускаться Субтитры делал DimaTorzok 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 Сейчас мы будем наблюдать Как происходит открывание двери Кабинки канатной дороги Субтитры делал DimaTorzok 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 Весело. Может быть. Но я на это очень надеюсь. В ледовой арене Шайба. Ждем начала матча. Швеция-Латвия. Идет представление игроков. Сейчас команда скоро выйдет на лед. И будут петь свои национальные гимны. Ждем. Ждем его с надземением. Ждем его начала. Комментаторские кабины как раз. Народа не шибко много. Но есть. Игра состоится. При любой погоне. Я с Артемом передаю вам огромный привет. Начальная заставка. Я думаю сейчас команда будет проходить на лед. Сборные. Сборную команду Латвии. Судьи проверяют постановку ворот. Ура! Как много их. Сейчас они будут перед ним. Джордж, США, Дэнзи, Маклелло, США. Странтовый состав команды в гости из Павлоя Латвии. Батвии, номер 50, Денис Тристос, Дублевскис. На поле остаются те игроки команды, которые будут начинать. Мы видим, что команда готовится к сбрасыванию, а обратный отсчет уже менее 20 секунд. Поехали. В общем, мы прекращаем снимать и начинаем смотреть. Батвии Набаган ray Поймал, подлец! Между ногу, да? Трибун. Да, трибун. Ну вот, сейчас начнется. В России это кричат. Хороший прострел. А вам, дорогие друзья, не следует забывать о том, какую спонсорскую поддержку оказывает Швеция экономики Латвии. И первым ударом забили шведского игрока Латвийской сборной. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Доп S Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Хоккей, а мне уже не понравилось Бестепринятство в Сочи До новых встреч Продолжение следует Продолжение следует